В Магадане продолжаются работы по благоустройству. Чтобы сделать город более комфортным и привлекательным для проживания, сотрудники коммунальных служб ежедневно прикладывают к этому немало усилий. Так, помимо наведения санитарного порядка и благоустроительных работ, сотрудники комбината зеленого хозяйства отвечают и за эстетический вид городских улиц. Одной из важных составляющих служат работы по покосу травы на газонах областного центра. Несмотря на погодные условия, сотрудники нашего учреждения продолжают комплекс работ по наведению санитарного порядка и благоустройству нашего города. В том числе учреждением продолжается покос травы. Значительные объемы, которые выпадают на долю, в долю ответственности комбината зеленого хозяйства, а это примерно 1 миллион 200 тысяч квадратных метров территории, которые подлежат покосу, сотрудниками учреждения уже продолжается работа где-то по второму разу, а где-то по третьему. План, который возложен на наше учреждение, это минимум два раза за год произвести покос территорий, которые у нас возложены, чем мы занимаемся с 1 июля по достижению травяного покрова нормативной высоты до 15 сантиметров. В первую очередь покосу подлежат скверы, зоны отдыха и уличная дорожная сеть. В рамках не только санитарных требований, но и безопасности дорожного движения на участках между дорогой и тротуаром, выездов со дворов на перекрестках, где не должно быть помех для обзора. «Сотрудников на покосе травы в городе задействовано от 10 до 25 человек единомоментно. Это кто непосредственно косит травой, бензотримерами, газонокосилкой. Это те, кто собирает ее в кучку, грузит на автомобиле и, соответственно, наши водители, которые ее вывозят для утилизации». Ежедневный покос травы на городских газонах происходит не случайно. Этому служат ряд факторов и обоснований, а также четко прописанные правила и требования законодательства, которые коммунальщики обязаны исполнять вне зависимости от различных убеждений и капризов некоторых граждан. Существует законодательный документ, как правило, создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах РФ. Согласно этому документу, работники ЖКХ должны осуществлять уход за зелеными насаждениями в городе. В эти правила также входит покос травы на газонах. Также покос необходим по существующим правилам благоустройства и экологии. Трава, достигшая высоты 15 см, должна быть срезана. Существуют и требования пожарной безопасности. Согласно им, покос должен осуществляться для недопущения сухостоя и возможности дальнейшего его возгорания. Согласно различным ГОСТам по содержанию автомобильных дорог и прилегающих к ним территорий, а также правилам безопасности дорожного движения, покос травы обязан производиться на территории, прилегающей к дорожной части, примерно до 15 метров. Так как запущенная растительность создает угрозу жизни и здоровью граждан, особенно на перекрестках с ограниченной видимостью. Но все же для города главная эстетика. Подстриженные и красивые газоны придают ему ухоженный вид. Продолжение следует...